Долгострой на Буинской в Ульяновске уже своеобразный символ несбывшихся надежд и ожиданий. Этажность объекта росла вместе с амбициями компании-застройщика с 14 изначальных этажей до 24 на сегодняшний день. Когда деньги иссякли, объект замер. И как итог, здание с высокой степенью готовности для жизни в нем непригодно до сих пор. Сегодня дом на Буинской проходит экспертизу, по итогам которой станет понятно, можно ли его достроить и сдать, или безопаснее снести, а дольщикам выплатить компенсацию. Лично мне, конечно, хотелось бы завершить это строительство. И тем более такой большой, огромный объект. Я думаю, в целом такой памятник. Я бы не стал его, так скажем, сносить и так далее. Это очень дорогостоящая процедура и для бюджета области, и для бюджета города. В случае одобрения достройки до полной сдачи объекта еще три года, но это уже финишная прямая. Все это время инициативная группа в прямом контакте с Фондом защиты прав дольщиков. Но на этом мытарство не заканчивается. Территория на такое количество квартир попросту не рассчитана. Застройка слишком плотная и продолжает уплотняться. У меня в договоре, если честно, было 14 этажей. Потом он без меня уже судился, в смысле ему дали больше. Территория-то была та же. Ну вы сравните 14 этажей. Соответственно, 10 этажей на минус это нормально, как бы ощутимо. Понятно, когда покупали, была одна. Да, но потом, соответственно, получилось. Нас же уже потом не спрашивают. Сопутствующие вопросы за годы простоя наросли практически на каждый долгострой. В порядке очереди их необходимо решить. Первоочередная задача – сдать сами объекты. В регионе есть собственные механизмы, средства на достройку. Еще нескольких проблемных объектов выделены из бюджета. Но без федеральной поддержки все черные дыры строительства не закрыть. С помощью фонда завершится затянувшаяся история 10 проблемных домов. Девять уже по ним ведется работа. По 10-му дому в июле будет принято решение. Это те дома, где застройщик признан банкротом. С нашей стороны софинансирование 20 лишних миллиардов вкладывает фонд. Еще 19 домов пока на стадии банкротства компаний. Регион ищет инвесторов, готовых подхватить строительство. Ответный шаг – компенсация затрат из региональной казны и предоставление земли. Если вдруг еще дополнительная помощь нужна, мы еще объекты готовы рассмотреть. Тем более, если финансирование в полном объеме обеспечено. Важно, что не допускать появления новых проблемных объектов. Благодаря содействию фонда более 2300 ульяновцев получат жилье. Сегодня во всей стране примерно 159 тысяч обманутых дольщиков. В нашем регионе около 3000. Цифра замерла. Новых долгостроев на карте города не отмечено. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.